В этом видео в Африкат МКЯ мы рассмотрим инструмент ТАЙ, связка, предназначенный для численного соединения противолежащих грани двух 3D моделей. ТАЙ, или связка, по сути своей создает объединение перемещений узлов двух несвязанных сетоконечных элементов. Итак, вот у нас две 3D модели с разными по форме гранями, объединим их инструментом в компаунд и переходим в МКЕ. Создаем контейнер с расчетом и индируем сетку конечных элементов. Добавляем материал. Брусу назначим бетон. Добавляем сталь. Добавляем закрепление. Добавляем. Теперь добавим нагрузку. Теперь создадим объединение перемещений. Добавим список в наши грани. Теперь нужно выставить значение Tolerance или диапазон объединения. Если с двумя плоскими гранями относительно просто, то в нашем случае, когда одна грань у нас кривая, а вторая плоская, Tolerance приобретает несколько иной смысл. По сути дела, диапазон объединения можно представить в виде вот такой вот коробочки. Если Tolerance будет меньше геометрического зазора, то грани просто не объединятся. Если он будет немного больше геометрического зазора, вот как сейчас перекрывает эта коробочка, то с гранью соединится только вот этот вот небольшой выступ. Если же мы Tolerance поставим на всю высоту вот этой вот кривой, то с двутавром объединится вся кривая, вся поверхность кривой. Теперь посмотрим, как это выглядит на результатах расчёта. Для начала поставим Tolerance 18. То есть у нас будет с злотавром связано только вот этот вот кусочек. Заходим в калькуликс, нажимаем «Записать файл задачи». И нажимаем «Запустить калькуликс». Закрываем. Теперь посмотрим на наши результаты расчёта. Вот, как видим, объединились сетки только вот наверху нашей кривой. Тоже у нас и низом. Удалим этот результат. Теперь оставим Tolerance 30 мм. То есть теперь у нас с злотавром будет связана вся поверхность изогнутой грани. Смотрим результаты. Смотрим результаты. Вот. Как было сказано ранее, теперь у нас с злотавром связана вся поверхность изогнутой грани. Как сверху, так и снизу. На этом всё. Дякую за уфау. Продолжение следует...